здравствуйте товарищи сегодня расскажу о подкатных воротах которые изготовил у себя на участке за исключением блока автоматики вместе с редуктором все остальное самодельное этот блок куплен на алиэкспресс с доставкой из россии в комплекте с остальными рейками обошелся по моему тысяч в 13 также там в комплекте были инфракрасные инфракрасный датчик с излучателем чтобы воротами машину свою не дарить кнопочный пульт лампочка и пара брелок значит катается все это дело по рельсу рельс изготовлен из 65 швеллера два куска швеллера получается сварены навстречу друг другу и у них вырезаны плазморезом части полок образовался паз по которому там снизу видно ли будет плохо видно ролики катаются ролики ролик очень похожи на те что я делал для кренбалки только без реборды запрессованы те же самые подшипники две таких каретки длина рельса 860 воротина с проем три с половиной метра примерно сама воротина крепится к кареткам через вот сайлент блоки вот задних амортизаторов приоры надо только будет вытащить такие шайбы с буртиком чтобы не выдавливал сайлент блок это я в скором времени сделала снизу там еще один сайлент блок его плохо видно но не суть воротина весит по прикидкам килограмм наверно 200 автоматика рассчитана на 600 килограмм верхние ролики напечатаны из полиуретана с теми же самыми подшипниками тут есть еще два поддерживающих ролика они сделаны из обводных роликов привода грм приоры я шесть раз уже менял себя привод грм и поэтому у меня уже скопилось количество изрядные живых натяжных обводных роликов просто срок пришел так они вполне себе нормально себя чувствует есть просто очень маленький получился зазор между воротиной и свай плюс еще здесь еще надо учесть что еще толщина профнастила тут получается миллиметров 15 вот и все это дело там периодически задевала за свою то есть как бы ничего хорошего вот плюс свои они просто дело то что они достаточно такие пружинец вот огнуть в общем непонятно чего отгибается вот но тем не менее хоть они и пружинец все это дело держит они неплохо на самом деле есть надежда что свои еще после зимы немного затянутся землей тут нас тем более в основном глина дело в том что закручивались они только вот весной вес они держат хороший но получается когда я закручиваю по сути взрыхлели вокруг нее почву свои закручены на 2 метра то есть ниже глубины промерзания гарантированно соответственно их не должно там как-то вытянуть в сторону и загнуть я не знаю вот так же в протине имеется калитка с обычным ходовым замком как подъездах ставят вот надо будет только сделать козырек ему чтобы вода на нее не попадала такой же как вот я сделал на кнопочный пульт сразу скажу что на записи почему-то воротину слышно достаточно громко на самом деле живьем она воспринимается довольно тихо не знаю почему в особенность записи вот в принципе она не громче чем у нас заводская воротина я знаю в снт там у нас ну примерно так же наверно катается с такой же скоростью с такими же звуками вот это вот звук это сработал датчик я тут хожу в проеме но это для того чтобы машиной там если переграждать путь чтобы воротина не закрылась ничего не испортила уловители сделаны собственно также напечатаны из полиуретана отличная штука отличный материал кого есть 3d принтер очень рекомендую однако и вот и и и и и и и Пока не было инфракрасных датчиков, я мог покататься в воротине, ну, в калитке. И вполне себе вся эта конструкция держит мой вес, сейчас уже при открытии калитки срабатывает датчик, и уже ворота, естественно, не едут, точнее, можно их открыть, но тогда при открытии есть шанс, что, если не закрыть калитку, провтыкать, то, в общем, все это дело, может там повредить замок, об сваю, не хочется, короче. Такая вот штука. Каркас воротины сварен из, в основном здесь труба 40х40, вот, добавлена снизу, здесь вот видно, эта труба 50х25, то есть она идет у нас, получается, по горизонтальным этим вот линиям, и по вертикальному торцу растяжки, и труба в основном 40х20, вот эта вот центральная стойка, это, по сути, хребет всей воротины 40х40, вот здесь идут дальше вот эти вот лучи, которые, по сути, работают на растяжении, держат весь вес ворот. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.